Здравствуйте, дорогие дети! У нас сегодняшняя тема Тождественное преобразование алгебраических выражений. Что вы узнаете на данный урок? Первое. О преобразовании алгебраических выражений, а также о тождественных преобразованиях алгебраических терапий. Что вы должны знать на данный урок? Первое. Понятие алгебраических дробей и сокращение алгебраических дробей. Второе. Применение алгебраических преобразований. Давайте рассмотрим пример. Задание номер один. Необходимо выполнить следующие действия. Необходимо умножить первую алгебраическую дробь на сумму двух алгебраических дробей. Для этого перепишем данное задание. И найдем в первую очередь сумму алгебраических дробей. Верно. Нам необходимо найти общий знаменатель. Общим знаменателем данных выражений будет верно c плюс d умножить на c минус d. Умножаем на дополнительные множители и находим их сумму. Для этого записываем общий знаменатель и находим сумму их числителей. преобразуем числитель второго выражения и получаем, что минус cd плюс cd дает сумму 0. и остается у нас c в квадрате плюс d в квадрате. И для нахождения произведения данных выражений верно, мы находим произведение числителей, деленное на произведение знаменателей. Возможно ли что-то сократить? Да. Сокращаем c в квадрате плюс d в квадрате, а также c минус d. И получаем конечный ответ d деленное на c плюс d. И запишем ответ d деленное на c плюс d. Данное упражнение выполнено для практики предыдущих знаний. Задание номер два. Теперь давайте попробуем доказать тождество. Значит, нам необходимо доказать, что данное алгебраическое выражение не зависит от перемены a и c, что в конечном итоге оно равно просто числу единицы. Для этого нам необходимо найти произведение двух алгебрических тропей. Перепишем левую часть от знака равенства и преобразуем ее в следующий вид. И общим знаменателем будет произведение a минус c на a в квадрате плюс a c плюс c в квадрате. И если вы помните формулу сокращенного умножения, это же выражение равно a в кубе минус c в кубе. Значит, определяем дополнительные множители. Дополнительным множителем для первой алгебрической дроби будет a в квадрате плюс a c плюс c в квадрате. Для второй алгебрической дроби дополнительный множитель единица, то есть не требуется нахождение дополнительного множителя. И для третьей алгебрической дроби А минус С. Умножая, тоже можно найти общий знаменатель для следующей скобки. Общим знаменателем будет А плюс С. Значит, можно записать вторую скобку в преобразованном виде. Теперь давайте найдем разность алгебраических дробей с одинаковым знаменателем. В знаменателе у нас А минус С умноженное на А в квадрате плюс АС плюс С в квадрате. А в числителе мы записываем разность данных числителей. И то же самое действие делаем для нахождения суммы двух алгебраических дробей. Умножаем А плюс С в знаменателе и в числителе сумма числителей алгебраического выражения. Упрощаем числители данных выражений и находим произведение числителей и делим его на произведение знаменателей. И получаем следующий вид. Необходимо использовать формулу сокращенного умножения, так как А в квадрате минус С в квадрате равно А плюс С умноженное на А минус С. И теперь сокращаем общие множители. И мы видим, что все множители взаимосокращаются. И у нас остается единица. Значит, наше творчество доказано. И значит, мы получаем с левой стороны от знака равенства единицу, так как мы преобразовали данное произведение в единицу. И в правой стороне от знака равенства у нас тоже была единица. И единица равно единице, и наше творчество верно. Задание номер 3. Вам необходимо доказать следующее творчество. Для этого преобразуем левую часть от знака равенства. Перепишем числитель первой дроби. И давайте найдем сумму данных алгебрических дробей. Для этого необходимо найти общий знаменатель. И мы уже видим, что это произведение х плюс у на х минус у. И определим дополнительные множители. Далее, для нахождения суммы алгебрических дробей с одинаковым знаменателем, мы переписываем знаменатель и находим сумму числителей. Упростим данное выражение. Видим, что это 2х деленное на х плюс у умноженное на х минус у. Перепишем знаменатель первой дроби. И попробуем найти разность алгебрических дробей. Для этого выполняем те же действия, как и в сумме. Находим общий знаменатель. Определяем дополнительные множители. Записываем один общий множитель и находим разность числителей. Упрощаем данный вид. И получаем минус 2у деленное на произведение х плюс у на х минус у. Теперь нам необходимо переписать первую алгебрическую дробь, используя наше преобразование. И мы можем сказать, что данная алгебрическая дробь преобразуется в следующий вид. Упрощаем данную дробь, сокращая общие множители. х плюс у, х минус у, а также двойки. И в итоге получаем выражение минус х деленное на у. И мы видим, что левая часть от знака равенства преобразовывалась в вид минус х деленное на у. Преобразовав нашу дробь с левой части от знака равенства, мы получили минус х деленное на у. И оно же равно минус х деленное на у с правой части от знака равенства. Значит, наше тождество верно. Задание номер 4. Необходимо доказать, что значение данного выражения не зависит от переменной у. Необходимо преобразовать данное выражение. Для этого давайте я преобразую сначала выражение внутри скобки, а потом выполним следующие действия. И попробуем его преобразовать. Для этого необходимо разложить на множите знаменатели двух выражений. Знаменателем первого выражения будет у умноженное на у минус 3, а знаменателем второго выражения у в квадрате минус 3 в квадрате, так как 3 в квадрате равно 9. Я могу записать, что данное выражение преобразовывается в следующий вид. у минус 3 умноженное на у плюс 3. И при перемножении с дополнительным множителем мы видим формулу сокращенного умножения. у плюс 3 умноженное на у плюс 3 будет у плюс 3 в квадрате. И квадрат суммы можно преобразовать в следующий вид. у в квадрате плюс 6у плюс 9. И минус у умноженное на у будет у в квадрате со знаком минус перед алгебрической дробью. Тогда, учитывая, что у нас теперь разность двух алгебрических дробей с одинаковым знаменателем, мы можем записать знаменатель и найти разность их числителей. Преобразуем его в следующий вид, так как у в квадрате минус у в квадрате будет равен нулю. У нас остается выражение 6 умноженное на у плюс 9. Выносим за скобки 3 в числителе и получаем 3 умноженное на 2у плюс 3. Учитывая, что вот это выражение – это преобразование записи внутри скобки, мы можем найти произведение теперь двух алгебрических дробей. Для этого перепишем первую алгебрическую дробь и умножим его на полученное выражение. Для нахождения произведения алгебрических дробей вам необходимо найти произведение числителей и разделить его на произведение знаменателей. А также вы можете использовать, что у в квадрате минус 9 равно произведению у минус 3 на у плюс 3. И необходимо заметить, что у в квадрате минус 9 дает произведение у плюс 3 на у минус 3, что можно будет сократить. У тоже взаимосокращаются, и 2у плюс 3 тоже взаимосокращаются в числителе и знаменателе. И у нас остается выражение только равно 3. Значит, мы доказали, что данное выражение не зависит от перемены y, так как оно равно числу, константе. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо огромное за внимание. До свидания.